привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников наш сегодняшний ролик будет посвящен эффекту магнуса и начнем мы его с опыта с вот таким планером склеенным из двух бумажных стаканчиков чтобы запустить планер надо накрутить на него резинку и растянуть ее и планер сначала взмывает вверх а затем наклонно опускается вниз замедлим это видео и сделаем трассировку видно что на взлете планер потерял почти всю свою скорость и завис верхней точке а уже оттуда начался спуск по глиссаде и скорость его была бы постоянно если бы не легкие порывы ветра это постоянство скорости означает что сила тяжести уравновешивается аэродинамической силой которую можно разложить на силу лобового сопротивления направленную против движения планера и подъемную силу перпендикулярную направлению движения откуда берется сила лобового сопротивления понятно но откуда возникает подъемная сила а подъемная сила связана с вращением планера которое хорошо видно при скоростной съемке наш планер делает чуть меньше 50 оборотов в секунду а возникновение подъемной силы конечно же должно быть связано с тем что давление под планером больше чем давление над планером и хорошо бы эту разность давлений померить экспериментально и чтобы обнаружить эту разность давления мы построили небольшую аэродинамическую трубу которая будет работать на всасывание под коробом трубы установлен электромотор и он будет приводить во вращение цилиндр который будет вращаться внутри трубы а рядом с этим цилиндром стоят две трубочки это выводы датчика давления и я теперь сначала включаю воздуходувку всасывание пошло а теперь еще и добавляю вращение когда воздуходувка заработала давление по бокам цилиндра упала на 100 паскалей а после включения мотора там где поверхность цилиндра двигалась навстречу потоку давление выросло на 50 паскалей а там где она двигалась по потоку давление упала на 50 паскалей так что разность давлений с двух сторон цилиндра составила 100 паскалей а теперь объясним результаты этого эксперимента руководствуясь принципом бернули согласно которому в стационарном потоке вдоль линии тока сохраняется сумма скоростного напора ровый квадрат пополам и давление п пока цилиндр не вращается трубки тока пережимаются с обеих сторон цилиндра скоро здесь возрастает а значит давление падает а когда цилиндр приходит во вращение он увлекает за собой окружающий воздух поэтому скорость потока над цилиндром возрастает а под цилиндром уменьшается и по принципу бернули давление на цилиндром становится меньше а под цилиндром больше и это разность давлений создает подъемную силу эффект бокового отклонения вращающегося меча от прямолинейной траектории конечно наблюдали многие люди но экспериментальное исследование этого эффекта первым предпринял в середине 19 века немецкий физик генрих магнус который объяснил этот эффект на основе применение закона бернули и построил для его исследования лабораторную установку между прочим весьма похожую на ту которую я вам только что демонстрировал объяснение эффекта магнуса мы рассмотрели а дальше возникает вопрос о количественной величине силы магнуса и здесь мы сначала переходим к весьма упрощенной модели которая позволяет тем не менее оценивать величину этой силы и эта модель была предложена николаем егоровичем жуковским а статья которую жуковский опубликовал в 1906 году называлась о падении в воздухе легких продолговатых тел вращающихся около своей продольной оси и вот мы взяли такое тело вот такую прямоугольную полоску и сейчас запустим ее и посмотрим как она движется я отпускаю полоску и она летит вращаясь вокруг своей продольной оси по трассировке видно что движение центра масс полоски прямолинейная и равномерная и кстати у нас есть ролик о таком полете советуем вам его посмотреть и теперь естественно перейти в систему отсчета движущейся вместе с пластинкой и в этой системе отсчета движение воздуха складывается из потока набегающего на пластинку и вихревого движения воздуха который вовлекается пластинкой во вращение и в своей статье жуковский сформулировал следующую теорему действующая на вращающуюся пластинку подъемная сила перпендикулярно скорости потока и равна произведению плотности воздуха ро на скорость набегающего потока в на циркуляцию вихря гамма и на размах пластинки л а циркуляция гамма характеризует интенсивность вихря и равна интегралу от скорости по любому замкнутому контуру охватывающему пластинку и хотя при формулировании теоремы жуковский по всей видимости опирался именно на образ вращающейся пластинки теорема жуковская имеет гораздо более общее значение и неважно каким именно движением создается вихрь а поэтому мы можем применить теорему жуковского и к вращающемуся цилиндру при этом кажется естественным приравнять циркуляцию гамма произведению длины окружности цилиндра 2 пир на линейную скорость точек его поверхности у а эта скорость равна 2 пи умножить на частоту вращения цилиндра ф и на его радиус р и в результате мы получаем вот такую формулу для подъемной силы которую можно проверять в эксперименте и рассчитанная по этой формуле подъемная сила для нашего эксперимента должна была составлять восемь десятых ньютона однако вес планера составлял двенадцать сотых ньютона и соответствующая ему экспериментальная подъемная сила была равна восьми сотым ньютона в десять раз меньше расчетной в чем же тут дело но посмотрите планер в наших опытах делал пятьдесят оборотов в секунду а теперь давайте представим себе что мы раскрутили его на месте с помощью электродвигателя до таких же оборотов и в соответствии с нашей теоретической моделью циркуляция воздуха вокруг цилиндра будет оставаться одной и той же ну и стало быть на расстоянии пяти радиусов скорость воздуха должна уменьшиться в пять раз а окружность увеличилась еще в пять раз и поэтому воздух на таком расстоянии будет делать два оборота в секунду но ведь это тоже достаточно много и ясно что нам придется ждать весьма продолжительное время пока такое вращение установится а в реальности планер увлекает воздух только на небольшом расстоянии от своей поверхности и еще мы предполагали что воздух является идеальной невязкой жидкостью цилиндр обтекается ламинарно и линии тока выглядят как в этой симуляции в программе визимак однако в таком случае на цилиндр действует только подъемная сила а лобовое сопротивление равно нулю в действительности же за цилиндром возникает зона турбулентности с пониженным давлением что приводит к появлению силы лобового сопротивления а еще мы считали что размах цилиндра велик по сравнению с его диаметром что в случае стаканчиков конечно было не так поэтому с них срывались концевые вихри что еще сильнее усложняло реальную картину обтекания и поскольку на цилиндр вращающийся в набегающим на него потоки действует перпендикулярная потоку силам магнуса возникает идея использовать эту силу и сейчас мы включим мотор и испытаем вот эту самобеглую повозку магнуса я направляю на тележку широкую струю и тележка действительно едет поперек струи идею использовать на корабле роторный парус первым высказал немецкий изобретатель антон флейтнер и шхуна оснащенная такими парусами в 1926 году пересекла атлантику современное судно е-шип использует роторные паруса как вспомогательный движитель позволяющий экономить заметную часть топлива попытки использовать эффект магнуса в авиации не увенчались успехом но вот перед вами авиамодель с роторными крыльями и когда тянущие винты разгоняют ее до нужной скорости создаваемая вращающимися цилиндрами подъемная сила оказывается вполне достаточной для полета и конечно эффект магнуса используются футболистами когда они наносят крученый удар по воротам посмотрите как это красиво делает роберта карлос а теперь настало время нашего традиционного заключительного вопроса и он будет таким если посмотреть на фотографии уже самого первого судна которое сконструировал антон флейтнер то мы увидим что сверху на цилиндрах стоят дисковые законцовки и флейтнер установил что наличие этих законцовок повышает эффективность цилиндров в два раза как вы думаете почему это происходит ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на ю тубе